80% населения — беженцы. Люди становятся беженцами, покидают свои места. И что с ними вот здесь происходит? И с теми, кто остался дома, и с теми, кто уехал за пределы, спасаясь. Убийства. Зачистки. Убийства, зачистки, без длины наказанной. Криша, Криша, террориста по всей России, во всем мире. Средства массовой информации на тот момент активно транслировали. Это то, что сверху, снизу, с народом. Это постоянные стрессы. Потеря близких и родных — это травмы. Это страх. Это все накапливается. И здесь же происходит потеря ценности. Вот здесь женщины взяли на себя немножко роль мужчины. Для того, чтобы спасти мужчин. Женщина в Чечне всегда была сильной женщиной. Но здесь ей пришлось взять на себя немножко другие роли. Для того, чтобы спасти мужчину и как продолжить родину рода от наследника, женщины брали на себя мужские обязанности. И в этой трансформации отношений. И в этой трансформации отношений. Вот здесь вот. Я-то могу показать, что до сегодняшнего. Здесь активная фаза, но здесь есть совсем другая фаза. Здесь фаза заключается в том, что сейчас... Дело в том, что опять народ в страхе. Сегодняшняя монархия, глава республика, республики. Она подавляет. Она подавляет и мужчин, и женщин. И для нас было важным начать работу. Мы искали точку входа. И для нас было очень важно найти точки входа. В нашем сообществе. Как можно работать с правами человека для женщин. И мы поняли, что мы возьмем женщину там в центр, объект. Да. Через нее, помогая ей, работая с ней, беря ее, мы сможем влиять и на все свое существо. Это не большая работа, но это точечная работа. И, как говорится, вода камень точит. Это самая отличная точка входа. Почему я вам все это рассказала? Почему я рассказала это все? Сегодня женщина в Чечне находится в сетхе правового треугольника. Здесь религия. Здесь ислам. Ой, адаты, извиняюсь. И здесь российская законодательство. И сегодня говорили, чеченское общество очень традиционное. И религиозное. Российское законодательство не очень активно работает. Традиции побеждают. Поэтому мы в своей работе, в самом начале, опять-таки, решили использовать религию, традиции, для того, чтобы помогать женщинам. Потому что при потере и смешении вот этих вот ценностей, сегодня мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Очень высокий рост насилия в семье. Экономическое, психологическое, физическое насилие. Также у нас проблемы серьезные. Это убийство чести. Вредная традиционная практика. Родные браки. Родные браки. Родные браки. При общей картине безработицы сегодня в основном девушка старается быстро выйти замуж. Малое количество мужчин приводит к тому, что у нас сегодня девушки готовы выходить замуж вторыми и третьими женами. Это позволяет религия. Это возможно, но есть специальные механизмы, которые нужно изучать. Это не просто так, как сегодня очень быстро молодежь берет в пример это все применяется, но дальше не могут они это держать. То есть они не могут содержать, например, вторую жену. И поэтому у нас происходят очень часто разводы. Быстрые. А женщина остается одна. По традициям ребенок должен остаться в семье мужа. А мы защищаем женщин и используем ислам как религию, потому что ислам разрешает женщине быть со своим ребенком до определенного возраста. Мы поддерживаем этих женщин, и поэтому мы используем религию, ислам, потому что ислам позволяет женщине оставить ее ребенка после этого времени. Мы работаем с судебными приставами, которые не исполняют, не могут исполнять обязательств по решению суда. То есть даже если решение суда, если женщина обращается в суд, а при нашей культуре молчания и табуирования не выносить ссор из СБ. Если она обращается в суд и выигрывает суд, судебные приставы не исполняют решение. Поэтому мы работаем с ними. Мы работаем с дюджем и в район синденсисе. Если она не может быть проблемой, то да, если вы получите с дюджем и на уровне земли, то есть кто не хочет. Вот как вы видите на нескольких примерах, я вам показала, как она вот в этой системе треугольника живет, балансирует и как мы помогаем. Я хочу рассказать вам, как эта женщина улучшает ее жизнь, в этой системе треугольника. У нас есть организация, которая называется Human Rights Information Center. Это довольно молодая организация, мы только два года назад. И наш организация emerged as a center for information, because we understand the necessity of communication and promoting human rights. В Украине, у нас есть много prominent human rights организаций, но очень часто работа делается от них необычным. Оно с большими людьми и она Himalayas, но в нашем обществе работают на социальных 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 сетях. Например, мы помогаем на социальных социальных сетях и поддерживаемых. Сectorной социальных сетях, и мы работаем на сцену, Добавил субтитры Алексею Дубровскому